Нормально видно? Адептем пан кулинарии хай. Вы спросите, чего это я здесь так затаился? А да все очень просто, все элементарно, мой дорогой Ватсон. Дело в том, что я в данный момент охочусь. Охочусь не оба на кого, а на голод. А лучшее место для охоты, как мы прекрасно знаем, это лес. Собственно, Зосим я здесь и расположился. Охотиться, а затем и бороться голод мы сегодня с вами будем простейшим, казалось бы, на первый взгляд, блюдом. Сегодня мы приготовим с вами тушенку с гречкой. Но, но, тушенку мы будем использовать не привычную нам говяжью, либо же свиную, а используем оленину. Готовить, друзья, сегодня мы с вами будем на костре. Кухня у нас лесная, на порядок сложнее, чем домашняя наша обычная. Поэтому, в случае, если я что-нибудь сделаю не так на ваш взгляд, строго не судите. Список продуктов, которые нам сегодня с вами потребуются, как это зачастую бывает в моих рецептах, достаточно скромен, поэтому доступен абсолютно каждому. Собственно, переходим к списку продуктов, которые нам сегодня с вами непосредственно понадобятся. Понадобится лук, морковка, пару стеблей сельдерея, тушеночка из оленины. Вот такая вот оленина мясо специфическая, как и вся, собственно, дичь. Поэтому перед употреблением ознакомьтесь, попробуйте, как говорится, вдруг вам зайдет, вдруг вам не зайдет. Вот, и непосредственно сама гречиха. Также нам понадобятся специи, такие как кардамон, соль и перец. Также лавровый лист. Кардамон специя достаточно тоже специфическая на любителя, но она прекрасная на свой вкус. А лично для меня, мне вот безумно нравится. То есть она, кто не знает, содержится в бородинском хлебушке. Вот этот привкус эта приправа ему, собственно, дает. Такая вот комбинация продуктов. Минимальная достаточно, но вкусная. Сегодня с вами понадобится. Нам останется все это дело только подготовить. Давайте смотреть, как мы будем это делать. Защищаем морковочку. Чистим лук. Это отходы органические, поэтому нашему лесу они не повредят никак. Так, как бы, блядь, теперь разместиться бы поудобней. Порежем овощички помельче и будем ждать, пока наш костер прогорит, чтобы были отличные и много углей. Сельдерей имеет тоже достаточно специфический такой свеженький вкус, поэтому если вы его не любитель, то я рекомендую, конечно, попробовать перед употреблением, опять же. Но штука полезная. Во, рекомендую вам, собственно, к поеданию. Очень полезный и вкусный овощ. Кушайте, говорится, чтобы ваши глазки видели четенько и зорко. Загружаем морковку к заранее порубленному сельдерейчику. Остается у нас только лучок. Будьте аккуратней, не порежьтесь, как говорится. Вот, загружаем овощички в емкость. Почти все манипуляции, которые нам нужно было проводить непосредственно с ножом. Ожидаем, пока наш кострище прогорит. Займемся приготовлением нашей ох**льной гречечки. Берем сковородочку, ставим ее на огонек. Наливаем немного масла, хотя можно чуть-чуть вот так вот. Ждем, пока оно, соответственно, раскалится. Но жар, мне кажется, достаточно хороший, поэтому все сейчас у нас быстренько здесь схватится. Схватится. Ты здравяй. О, е**анная тетя. Так, ну что, вкидываем овощички. О, пошел процесс пожилого приготовления. Вот, не на**нуть бы, конечно. Не забываем перемешивать, граждане. Следите за своим огнем, чтобы все это дело у вас не сгорело, соответственно, да? Так, ладно, пока оставим сие мероприятия. Пускай она у нас тут, собственно, пассируется, жарится, доводится до ума. Так, овощички наши, в принципе, уже в достаточной степени спассировались, поджарились. Пахнут они вкусненько, жареным луком. Берем нашу оленинку, оленятину, оленинину. Пишите в комментариях, как правильно. И что мы тут видим? Собственно, на вид пахнет мясом, на вид тоже мясо. Так, и вываливаем, собственно, нашу оленинку сюда. К нашей пассировке. Слушайте, оленинка достаточно неплохая. Мясо плотное, похоже на настоящее. Так. Так. Теперь нам нужно ее немного размять. Жир наш оленинчий растопился, начал впитываться в овощички. Засыпаем сюда гречи. Такое вот количество, примерно грамм 150. Далее кидаем три маленьких листика. Три маленьких листика лаврухи. Далее кладем сюда наш кориандр. Ступочку перетираем. Пахнет хлебушком бородинским, да? О, красота! Вы любите вообще? А ты? Высыпаем все это сюда вот. В нашу гречу. Кидаем щепотку соли. Щепотку перца. Наливаем немного водички. Теперь все это хорошенько перемешиваем. Теперь остается нам только накрыть все это дело крышечкой. И пускай оно томится на слабом таком умеренном огне. Минуточек 10-15. Дальше открывайте крышку. Смотрите, как там оно готово, не готово. Пока мы ждем завершения приготовления нашей замечательной гречки, у меня для вас есть хорошие новости. У вас есть шанс, хоть и немножко, но улучшить свое материальное положение. Вы спросите, как? Да все очень просто. Вам нужно подписаться на канал, написать комментарий конкретно под этим видео, поставить лайк и по достижении планки в 300 подписчиков я разыграю для вас 500 рублей. Согласен, сумма не очень большая, но и получить вы можете буквально за минутное пустяковое дело. Поэтому удачи, парень! Давайте же посмотрим, что у нас тут получилось такого интересненького. Так, ну вы посмотрите, как наша гречечка раскрылась во всем своем гречневом великолепии. Овощная пассеровочка, оленина, специи, кориандр. Все это, мне кажется, изумительно легло в состав данного блюда. Давайте же совершим с ней акт дегустации. Пахнет як, бля! Уже безумно хочется кушать, друзья. Поэтому простите мне мое собачье чавканье, но я уныжен попробовать совместно с ним. И, внимание, барабанная дробь. Гречечка, ребят, получилась просто великолепная, вкусная. Замечательно, рекомендую всем. Ну что ж, друзья, сражение с голодом выиграно, но не выиграна война. Со всем я вынужден попрощаться. Благодарю вас за составленную компанию в данном рецепте. Бахайте лайк, подписку, колокол. Не забывайте про розыгрыш. Приятного вам аппетита и пока!